Русский язык это не просто набор букв и символов, это фактор, который определяет ход истории страны и народа. Обсуждали роль языка и перспективы его развития на круглом столе, организованном совместной телерадиокомпанией Крым и Международным медиаклубом «Формат А3». Прошло обсуждение в республиканском пресс-центре. В частности, говорили о языках в целом. В Крыму, как известно, три государственных – русский, украинский и крымско-татарский. Однако, когда речь идет об обязательном изучении, нужно быть сдержанным в категорических оценках, уверен председатель Общественной Палаты Республики Григорий Иоффе. Русский, как объединяющий, должен быть главным для учебы. Все остальные – по желанию. Если человек хочет изучать этот язык, он должен иметь такую возможность. Если их несколько человек, это может быть группа, если их до 30, это может быть класс, если их еще больше, это может быть школа. И государство обязано предоставить учебники по этому языку и научить учителей преподавать на этом языке физику, химию и так далее. Если будут желающие. Так, как сказал наш президент. Кстати, и возвращение Крыма в состав России на обсуждении связали в том числе и с русским языком. По мнению участников дискуссии, в республиканском пресс-центре язык – это выражение культуры. То, что на полуострове всегда преимущественно говорили по-русски – это еще одно доказательство культурного единения. В итоге это и вылилось в Крымскую весну, убежден профессор, историк, поэт и телеведущий Игорь Волгин. По его мнению, за последние 30 лет русский язык переживал не лучшие времена, но как раз после Крыма он начал свое возрождение. У него даже есть свои идеи по реформированию системы образования, которые он озвучивал лично президенту Владимиру Путину. Вести экзамен по русскому языку для выпускников всех вузов страны. Не вступительный экзамен, а выпускной. Вот физик, химик, не знаю, он заканчивает вуз, он сдает экзамен по русскому языку. Такое было. Да, это не панацея всех зол, но это как-то подтянуло бы немного. Я бы даже предложил вести экзамен для чиновников.